Ребятки всем привет. Завтра собираемся на дачу мариновать шашлык. Шашлык у нас будет с окорочков. Курячий шашлычок. С всякими приправами, со всякими вкусностями. В общем майонез, паприка, приправы, хмели-сунели, какие кто любит, лаврушка и лук. И все это, и майонезик немножко майонеза. И все это надо будет прожамкать, прожамкать, прожамкать хорошо. Так что, открываем дачный сезон, ребятки, с шашлычками. Ну конечно работать едем, но и кушать на природе, кто с нами, милости просим. Добрый день. Какая красота! Сушк ворчит, жарится. Оболт. Открываем дачный сезон. Мои выползли с огорода. Да, я иду посмотреть. Да, в этом году будет отдыхать, мам. Помните в том году, как цвела? Она была прям аж вся как невеста. А в этом году? Ну будет, немножко на покушать будет. Вот, еще ее надо будет обрезать нам. Вот, Санек, все срезал всю траву. Все, будем покупать грунт, досыпать, все выравнивать. Вот эту всю территорию, всю плитку будем снимать. В общем, здесь будет все по-новому. Вот, наконец-то дойдут сюда руки. Наконец-то мечта моя сбудется, это газон. Вот, в общем, это все уберется. Тут бассейн у нас стоит обычно. Вот, это, Саша, это что полотно? Ветром сдуло. Выкинуть его, сжечь. Вот, вон он все грядки уже почистил. Здесь и тут. Я говорю, как этот, как метеор. Только сажай. Тут цветник все осталось нам. Ну еще, мам, наверное, на следующие выходные, да, откроем розы? Ну, а в следующий раз ты едешь. Ну, откроем розы, вот эту часть все почистим. Все, цветники, где многолетники, все готово. Там я уже показывала вам, все, мама, всю смородину. Все обработала, подпушила, подрезала еще кое-что. Я только раз подкормлю. Да, теперь подкормка у нас. Останется подкармливать. Все, здесь все тоже Санек убрал. Все чистенько. А это уже в следующий раз. Здесь у нас жимолость, крыжовник. Там жимолость уже цветет. Это все. А вот эти грядки уже готовы, можно сажать. Вот, чесночок зашел прям. Чеснок зашел хорошо, прям дружненько зашел. Ну, и вот осталось нам освоить вот эту часть. Вот, эту часть мы сегодня все сделали, обработали. От всего старья прошлогоднего, листвы, веток. В общем, вот такие вот дела. Удачная жизнь, ребятки, закипела. Пахнет дымком. Сейчас буду своих кормить вкусным шашлычком. Может быть, сниму, как, видимо, банка. Не знаю, посмотрим. Вот такие вот дела. В общем, сегодня 7 мая. Всех поздравляем с Днем Защитника Отечества. У нас в Казахстане 7 мая праздник. Всех мужчин с праздником. Наши дорогие, самое главное вам сил, терпения и здоровья. И всегда оставаться мужчинами в любой ситуации, какая бы ни была. Всем самое главное – мира в семьях, в стране и во всем мире. Мы за мир. Вот. Ну все, мои хорошие. Всех с открытием дачного сезона. Ну все. Здравствуй, милая. Скоро приедет наша Муся. Ну все, Санек. Сюда может быть, Саша. Пахнет будет лаком. Ты думаешь? Конечно. Вот так, если только сделать. Прям не вываливать, а вот. Так поднять. Поднять просто. Ну, вроде как прожарилась. Ну, а чего же не прожарилась? Да, они молоденькие же. Конечно. У нас что? У нас зеленушка, лучок свой уже. Хлебушек. Сейчас мы чаек. У нас уже ножом. Как девинка. Ну, дай. Так. Оба, ну, вот так вот. Ну все. Ну, давайте так. Конечно, милая. Чайок поставь сюда. Так, ну что? Сахара ложечка есть. Вот так вот. Сахар поскрибать. Вон там цвея горка. Так, соль. О, неужели мы съели? Так, ну соль вот. Мам, соль надо? Ну, сейчас ты прости. Нет, мы уже не надо. Сахар? Сахар тоже. Мамушка, ты ближе чуть-чуть садись ко мне. Так. Зачем? Тебя вообще не видеть. Ну, не надо меня видеть. Все, пробуем? Конечно. Так, пробуем и общаемся. Да. Разговариваем. Ребята, ну как? Это ж песня. Так, и кошка рядышком. Ну, сейчас будем кормить. Ну, давайте кушать. Работает. Ты себе уже взял? Мам, тебе что сама? Я сама возьму. Хочешь, накладывай. Я, я, я. Я, я, я. Кречик и лучок. На, лучок тебе. Куречик. Куречик, пометорчик. Ну. Ну, пробуем. Вот это, да? Чего? Пропеклось? Только я могу так мариновать шашлыки. Бери, мама, мягенькая. Ну, тут все мягкое. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Не говори. Да. Ну, давайте. Давайте. Ну, как? Вкусно. Прямо руками. Молодец. А как ты мариновалась? Что ты добавляла? Хмели-сунели. Перец не добавляла, потому что отец. Отсюда, мы отцу же тоже повезем. А он у нас от перца чешется, поэтому без перца. Хмели-сунели. Паприка. Лук свежий. Хорошо выжать его так прям. Майонез. Где-то 3-4 столовые ложки. Лавровый лист. И лимонка. Лимонная кислота немножко. Ни помидоров, ни чего. А перец есть. Хмели-сунели. Знаешь, в чем? Я туда киданого от лагмана оставалась у меня где-то вот так в пачке. Ну, ты ему это, шкурку потаять. А я шкурку сниму, ага. Ой, какой этот лук ядрёный. О! Всё, у меня отпустило. Я как зашла на дачу, везде бардак. Везде бардак был. Да, Саня? Не было бардака. И понеслась. Потому что тебе срочно нужна вода. Ещё никто не разделся, не переоделся. Уже в воду давайте беседку залазим. Вот, Фелик. А, не ест. Не ест, да? Что-то хиленькое. Приправы им пахнут. Нас кошка тут прижилась. А они, может, специально привезли, скажут, что они тут ночуют. Да, они до неё вчера, говорит, привозили, сегодня. Ну как? Вкусно-то снять. Прожарился хорошо. Конечно, тяжко после зимы. Да. Кости все застоялись. Ну ничего. Потихоньку. Но сегодня у нас был такой фитнес. Мама здесь. Я тут цветник. Санёк, тут пологорода. Мы уже пол дачи. Угу. Нам только приезжать сажать. Да? Ну что, чистота, порядок, и здесь всё есть. Всё. Теперь нам надо в домике убраться. Помидоры вкусные. Угу. Это Санёк брал, да? Лучок ешьте, полезно. Алматинские. Да? Вкусный помидор. А я не знаю, вон тут помидор попробует. А что мне сказал, возьмите лучше узбекские, чего в броти алматинские. Да нет, таки вид хороший броти такой. Они дешевле. Ну вот я взял их. Мм. Птички прилетели, нючки нету, да? Угу. Нет, корочка хорошая, да? Хорошая корочка. Лепёшку-тирана. Ой, ребятки, берите дачу, какой-нибудь клочок. Тяжело, конечно, тяжело себя поднять. Тяжело это, конечно, это нелёгкий труд. Физически это тяжёлый труд практически. Любой физический труд, он тяжёлый. Тяжёлый. Но он направдывает себя, конечно, потом, когда начинает это всё расти. Хочешь, бегаешь. О, первый огурчик, первый помидорчик. Первая зеленушка вот радовалась сегодня. По зелёному луку. Ну, сейчас я его залил. Я подарку так не радуюсь, когда мне Санёк дарит. Ну, давай вот этот вот, который первый доставил. И вот мы ещё вот есть. Ватик мне. Что там ещё какой-нибудь есть? На спине. Вот спина схвоз. А, нету. Вот спина. Давай. Что-то раскритиковало мне спину. Ммм, какая спина. Любишь спинки? Жирная. Там они с хвостами были. Ты всё обломаешь, как всегда. Там с хвостиками специально были. Саш, не от этого. А ты вот с этой стороны. Вот, хвоста нету. Саш, не от этого. Там спины я оставила, потому что решётка одна, мангал один. Это мне надо заводить новый костёр на вторую решётку. Всё, хорошо. Я уже вот это дожаривала, уже не было этого жара. Не от того, что мне жалко или чё. Да мне наоборот лучше здесь всё это пережарить, чтобы не везти домой. А ты не поймёшь. Смотрите, аж как. И главное, он тягучий. Прям липкий. Окрычка липкие. Ладно, не буду, а то скажут опять. Им бы лишь бы поесть. А как же. А не будем есть, кто за нас будет делать. Попробуй мужика не покорми. Да, Саша? Кошке что-то не понравилось, да? А может, они её покормили этим. Этикетом. Так, знаете, ещё помидор. Огурец. Соль. На. Лучок. Ещё давай. Не торопитесь. Расскажите чё-нибудь. Облуждение. Смотрю ещё. Саша, в Германии. Света и кролик называется. Светлана и кролик. Кролик это она мужа так своего называет. Юрген. Но она тоже, она с ним как... Она не говорит, что муж, а говорит друг. Но с ним она уже живёт три года. Они не женаты. Живут они вместе. Вместе живут в её квартире. А у него есть свой дом. А живут в её квартире. У неё отец русский. Он живёт отдельно. Он живёт... У него не дом, у него квартира. Вот он живёт отдельно. По-немецки он не разговаривает. Он разговаривает? В Германии живёт, да. В Кёльне живёт. У неё взрослый сын уже, ему 26 лет. Он живёт тоже отдельно. У него своя квартира. Он купил квартиру. Неженатый. Но она такая интересная. Так всё интересно рассказывает. Её просто интересно слушать. Она так всё рассказывает. Так она хорошо относится к своему отцу. Такая она заботливая. Такая это... Прямо всё. Папа, папа. У папы 81 год. Он держит садовый участок. Дача у него. Столько тюльпанов. Столько цветов. Вообще. Такой молодец. Там же надо разговаривать на немецком. А он не знает. И вот она как его везде-везде сопровождает. Интересный у неё канал. Я тоже её смотрю. Но у неё не кулинарный канал. Она вот всё показывает. Она показывает, где что, какие здания, какие эти, как оборуживают. Её есть, что показывать. И видать, у неё хватает времени свободного, чтобы ходить и показаны в хосписе. В доме престарелых. Ну, тем более, видать, там два через два. Алика, они же каждый день работают. И она работает... Как его? Она работает на кухне. Она раскрытая. Вот, допустим, завтрак она накрывает и уносят, кормят этих престарелых людей. Вот, шарка стала. Она говорит, всё по времени, всё по времени. И говорит, у нас, говорит, Германия. Да, Германия. Мне нравится, говорит, Германия. Но Германия, говорит, страна штрафов. Ну, естественно, поэтому там порядок. Да, всё на штраф. Шаг шагнул в штраф. Шаг шагнул в штраф. Так что это... Ну, вот, это же злой, но, говорит, с работы он едет, он, говорит, я каждый день мою машину. Я не могу около дома поставить грязную машину, пыльную. Сразу, говорит, из-за жена, у них полотёрные машины. Каждую субботу... А курать тенет, всё. Каждую субботу жена, говорит, моет дорогу, тротуар, свою территорию. Придворовую, да. Придворовую территорию. Всё есть для этого. Мы, говорит, дорогу, асфальт, всё, вольду, и деревья. Да, да, да. Тротуар. Да, забыл. Каждую неделю. Но там садовники, там вот показывают цветы, вот это всё, кустарники, всё. Это не они сами обрабатывают у них. Есть садовники, за что идёт плата. Они платят в течение года, но в течение года они платят... В общем, у них оплата идёт с июня по июнь. Один раз в год. А в прошлом, в восемнадцатом году, нет, в двадцать первом году придумали налог на дождь, на дождевую воду. Четырнадцать евро в год они платят за дождевую воду даже. Но они пользуются дождевой водой. Я говорю, скоро, наверное, будут и это... Дышать тоже платить. За воздух тоже будут платить. Всё это зависит от... Зато у них везде чистота и порядок. Хоть на дачах, хоть в городе, хоть в центре, хоть за городом. У них везде зелёная трансляция. А у нас вот выйдешь, в конце улицы, видать, прям едут и прям с этого... Мешки выкидывают. С окна машины выкидывают прям на обочины. Вот он увёз со своей дачи и выкинул. Ну, до визита тогда уже, до дома, до мусорки. Как будто это вот, как будто шаг от моих ворот и дальше это не моё. Да, потому что безответственные люди хоронят. Меня ещё вот что интересно, показывает кладбище. Похоронена у неё мать на кладбище там. Девять лет, говорит, уже как она умерла. Я, говорит, хожу... Кладбище находится в городе. Не за городом, а в черте города. Несколько кладбищ, говорит, у нас. Ни одно. Мама похоронена примерно, говорит, по месту жительства, где вот она жила. А дома, говорит, недалеко. И показывает могилу. Вот маме, говорит, уже девять лет. Здесь, говорит, в Германии могила, говорит, я могу, говорит, ходить на могилу в течение восемнадцати лет. Восемнадцать лет могила стоит. За ней ухаживают. Всё. Восемнадцать лет прошло. Нас, говорит, уведомляют. Убирайте могилу. Это памятник вот этот всё. Всё это убрать надо. Потом, говорит, приходит трактор, вот это всё заравнивает. Всё. И на этом месте потом других хоронят. Это земли не хватает. Да. А как на этом месте, если два метра уже лежит человек? Ну, значит, уже всё, уже ничего нет. Как отец... Не слышала, как отец рассказывал? Ну, когда он дедушку выкопали. Да. Они же не хоронят в таких гробах, которые гниют по пятьдесят лет. Там всё, фанера, одноразово вынесли, закопали. Она через год уже и гроб этот фанерный уже сгнил. Это у нас вот такие доски. Гроб прям такой, чтобы гроб весить больше, чем человек. А я вообще за кремапсию. Я думаю, кремировали. Я вообще не... Саня сказала, вот помру, чтобы кремировали меня. Ну, здесь же не кремируют. В Астане кремируют. В Астане есть 20 тысяч долларов стоит. Ого. Даже на... Даже на смерти делают такие деньги. Да. Ну, это как бы... У нас не приветствуется. Да, это бизнес. Это бизнес, да. Ну, я бы лучше в пепел, чем туда два метра. Ой. И на даче меня рассыклишь. Прям по картошке, Саша. Я могу на даче и жить. Оставлю. Поставлю. Вот мысли, да. Нет, вообще это жизнь, да. Никто не знает сегодня. Слышишь, долларов платить, да. Лучше оттуда на даче. Прям в этом, в железном этом, да? В контейнере. Вечером привезу, утром уже будет трудно стоять. Я тебя за ночь тут паяльными лампами саргут. А так ты меня любишь. Ой, разговоры. Вот так вот. Я что-то так боилась, у меня аж прям сон. А я сегодня не спала же полночи. И я прям так с удовольствием поела. Еще на воздухе. Еще прям погода сегодня шепчет. Ну, а что планировали, сегодня сделали. Вообще не надо никогда планировать ничего. Никогда. Вот когда планируешь, ничего не получается. Вот как оно идет по жизни, так оно и надо. Да, моя мать всегда говорила. Идет день, будет видно. То будем делать. А то я всегда работаю с понедельника до пятницы. И на неделе говорю. Вот я в субботу вот это вот сделаю, вот это вот сделаю. Когда с матерью жила. Она мне говорила, никогда не загадывай. Придет день, будет видно. Вот насчет этого она была у меня молодец. И вот я когда работала, она меня никогда не будила. Вот когда суббота, воскресенье, нерабочий день. Никогда не будила. Всегда детей вы проводите, идите. Здесь закроет нашу детскую. Спи. Как кошке хорошо у нас. Как проснешься, так проснешься. И ты меня никогда не будила. Я не будила, да. Я тоже не будила. Зато отец. Семи утра в мою комнату. Ты не знаешь, где мои носки лежат. Ага, ого, ого. А меня сейчас так. В пять часов встанет. Чайник поставит. Закипятит. Заварной чайник. А, нет. Заварной чайник. Ко мне в комнату. Я сплю. Том, а заварку выливать или не выливать? С утра, да? Время 6 часов утра. Ай-яй-яй. Господи. Но он же видит, что ты спишь. И все равно. И все равно. Надо разбудиться. Ну вот есть не любят, когда кто-то спит. А потому что у него мать такая была. Она в 9 часов вечера ляжет спать. Пять часов утра соскочит, и никому покоя нету. Никому покоя нету. Каждый день стирала. Каждый день полымыли. Каждый божий день. Ну кто? Маленьких детей нету. Чего? Каждый день полымыть. Или каждый день стирать. А что она стирала каждый день? Да найдет там что? Какие тряпки, какие что? Она у нас-то тогда приезжала. С порошком тогда была проблема. Еле-еле порошок доставали. А она каждый день стирала. Столько порошка извела. Ну ладно, мне не жалко. Я в то время могла найти порошок. Две-три тряпки соберется кухонные. Или там вытираемся в ванне. Смотришь, она уже стирает. Мам, ну ты что стираешься? В субботу будем стирать. А что будет лежать для субботы? Ну я вот постираю, да и положила. Вот так вот. Ну так она привыкла. Она так привыкла. Да я ее не осуждаю. Нет, я ее не осуждаю. Я многому научилась у нее. Такая вот она была беспокойная. Ох и беспокойная. На старости лет она стала странная. Видимо годы чужие. 82 года умерла. Да все на старости лет становятся странные. Я тоже в себе нахожу некоторые странности. Во мне? В себе. Тоже нахожу какие-то. Еще не скажу, что я старая. Мозги, сосуды. Даже человек не виноват. Со своими странностями. Все мы со своими странностями. Просто надо каждого человека принимать такой, как он есть. Своё никогда нельзя навязывать. Потому что человек другой думает по-своему. Укаживает свое мнение, укаживает свои пивочки. Свои мозги, свое мировоззрение. Никогда не то, что учить, не наставлять, не... Подсказывать можно, а доказывать и свою правоту. Утверждать, что это так должно быть, не надо. Сколько ос? Ну всегда в это время осы. Где ты видишь осы? Вон вся елка в осах. На каждом этом осах. А я не вижу. Ну там кошка вот эта вот приблудилась, которая с осами игралась. А я думаю, что она туда лазит? А там аж прям гул стоит в этих, в елках. Не знаю, чем они там это, но они прям... Там вот эти почки завязываются. Там смола, видать. Смола, да. И вон шмель, видишь, шмель прилетел. Крупный такой, желтый. Тоже вот на елку. А что, сейчас ничего не цветет? Пыльцу-то надо где-то что-то собирать. Даже одуванчики не цветут. Уже в России давно отсвели я. Смотрю, уже в России собирают там. Сейчас все ударились в эти одуванчики, как сумасшедшие. Господи. И масло ставят, и настойки ставят. И бутоны прям так едят. И листья эти, салаты, кроша. И супы готовят. Вообще, пытаются оздоровиться. А у нас он как сорняк. Не знаю. Все это ерунда. Может быть, какие-то полезные есть там, какие-то свойства. Но ты же, если... Ну, не вылечишься ты уже. Да. Уже здоровый никогда. А с каждым годом все здоровье все хуже и хуже. Оно не прибавляется. И одуванчиками его поднять. Все это ерунда. Ну, ладно, наверное, два видео будет. Может, три, не знаю. Посмотрим. Как бы мне не слечь. Уже горит у меня грудина. Вот где? На работе тоже кашляют, ходят. Алоэ есть, пей. Пилай алоэ. Вот болело месяц. Не знаю. Я вот попью, мне нормально. Пилай алоэ. А мы уже все выпили. Ну, ладно, мои дорогие. Будем заканчивать нашу болтовню. Уставшие, сытые, довольные. По-хорошему так физически уставшие. Сейчас будем все закрывать. Мама поедет кормить отца вкусным шашлыком. Ну, все, дачный сезон открыт. Дачный сезон 2023 года. Все, мои дорогие. Будем уже встречаться на нашей даче. Все, всем удачи, добра. Маму, всем здоровья. Всем здоровья. Как говорится, настроение, чтобы у вас было всегда хорошее. Весна в этом году теплая. Не знаю, мне нравится очень. Так что отдыхайте побольше. У кого дачи, занимайтесь дачами, огородами. Это все физический труд, это полезный труд. И от которого получаешь удовольствие и удовлетворение по осени. Так что... Это дачный фитнес, мы его называем. Да, дачный фитнес. Правда, не на все хватает сил. Ну, ничего, на сколько хватает. Сегодня немножко, завтра немножко, послезавтра немножко. И так потихоньку. Торопиться не надо. Потихоньку все приведете в норму. И все у вас будет. Всем вам благ. Всего вам хорошего. Приятно, что вы заходите на наш канал. Оставляйте положительные комментарии. Даже если кто и не положительный. Спасибо за то, что заходите. Ну, это нам денежка капает за все комментарии. Мы читаем. Где-то, может быть, пусть пишут. Огорчаемся, нервничаем. Ну, человек же живое существо. На все реагирует. Так что... У меня мама раньше... Я-то мне пофиг. Мне совершенно по барабану. Я почему удаляла комментарии. Комментарии это двигатель канала. И у меня очень много было комментариев, которые негативные были комментарии. Я их удаляла только из-за того, чтобы не читали мои родственники, близкие. Потому что там такую писанину пишут. И поэтому у меня как бы канал особо и не развивался в свое время. Поэтому теперь я... Мама к этому привыкла. Я и дала почитать пару-тройку комментариев. А мама отнеслась к этому... Я сама иногда отвечаю на такие комментарии. Мама адекватно к этому отнеслась. Поэтому удалять я больше этот негатив не буду. Пусть пишут, двигают мой канал. Пишите больше. Пишите негатив. Мне пофиг. Да. Просто знайте то, что вы двигаете мой канал. Спасибо вам за это. Я даже на вас не обижаюсь и не злюсь, потому что вы двигатель моего канала. Пишите побольше негатива. Потому что Ютуб любит негативные комментарии. Даже есть такие люди, которые зарабатывают на этом деньги. Ютуб платит им деньги за то, чтобы они сидели и писали, по каналам ходили и писали всякую разную чушь. Так что мы ни на что не обижаемся. Пишите сколько, пока не надоест. А всем хорошим, адекватным людям, моим девчатам, ребятам, всем огромное спасибо. Не получается, девчат, у меня вот последние два видео, просто физически не могу отвечать на комментарии. Где-то маму прошу, чтобы она там где-то проходила и тоже отвечала, потому что у нее побольше времени свободного. А у меня работа, дача сейчас, дом, и поэтому мне тяжковато еще монтировать. Ну, не буду жаловаться вам, просто хочу попросить у вас прощения, то, что не отвечаю, как обычно, каждому индивидуально. Вы для меня уже все по аватаркам своим, всех я вас знаю, по именам. Сердечко ставлю, знайте, что я, значит, прочитала. И знайте, что я вам пожелала только самого хорошего. В виде сердечка. А так буду, конечно, к вам ко всем обращаться вот так вот через видео. Потому что летом мне тяжело заниматься, сидеть в комментариях. Так что всем огромное спасибо, что вы с нами, что мы на одной волне, не перестану повторять. И что вы у меня все самые классные. Я посмотрела статистику, меня, оказывается, смотрят из 17 лет, из 17 до 25, из 25 до 35. Есть такой, как бы, график просмотров. Но в основном меня смотрят категории с 35 до 45 и 45 до 65 и выше. Вот 35 и выше, это мой постоянный такой зритель. По процентам, самый большой, это 80% смотрят меня, считая наши ровесники. Я думала, мужчины не смотрят, нет, у меня на сколько, 30% смотрят мужчин, 70% девчаток. Поэтому ребятки это ребятки, девчатки это девчатки. В общем, всем огромное-огромное спасибо. Всем добра, позитива, весна началась. Заряжайтесь витамином D по полной программе. Вот, заряжайтесь витамином D перед наступлением холодов. Потому что у нас очень мало вот этот промежуток, всего 4 месяца у нас тепла. Это начиная с июня и все, уже заморозки пойдут в сентябре. Да, вот сейчас вот как бы тепло, но это такое приходящее, такое опасное тепло, потому что еще будет холода. Вот, так что всем большое спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем здоровья. Все. До новых встреч.